Я всегда думал, что такие истории бывают только в кино и книжках, что все эти романтические сопли и розовые единороги – плод воображения не совсем одарённых авторов. Но именно такая история произошла на моих глазах, свидетелем которой я невольно стал. В тот день прямо с работы я отправился на вокзал. Меня никто не провожал, я ехал к своей матушке, давно собирался её навестить и вот как раз получил долгожданный отпуск. Дорога предстояла длинная, но я предпочитал ехать поездом, летать самолётами, честно признаюсь, я всегда боялся. Поезд подали на посадку, я вошёл в купе, поставил вещи на верхнюю полку и сел у окна. Два немолодых мужчины прощались на перроне. Рядом сидела невероятные красоты собака, породы лабрадор с невероятно грустными глазами. Я ненадолго отвлёкся, а когда опять посмотрел в окно, на перроне уже никого не было. Через несколько минут в моё купе вошёл тот самый мужчина, что был на платформе с другом и собакой. Оказалось, что мы попутчики. Поезд тронулся, но больше к нам в купе никто не сел. «Какая красивая собака у вашего друга?» Я прямо залюбовался. Заговорил я, пытаясь наладить контакт. «Это моя собака», отвечал мужчина. «И где же она сейчас?» Едет, как ей положено, правилами железной дороги в специальном вагоне, в отсеке. Тихо ответил мужчина, и глаза его стали такими же грустными, как и у его собаки. Я чувствовал, что он не хочет общаться, и поэтому оставил его в покое. На ближайшей крупной станции с длинной стоянкой поезда он долго выгуливал свою собаку по перрону. Поезд снова тронулся, и я решил опять заговорить со своим попутчиком. «Вы знаете, а разве нет возможности сделать так, чтобы собака ехала вместе с нами в купе?» «Давайте заберем ее из этого проклятого места, я же вижу, как вы оба мучаетесь». Мужчина посмотрел на меня с неискрываемым интересом. «Но так ведь не положено, запрещено правилами перевозок животных. Да к черту эти правила, мы едем вдвоем, я совершенно не против, чтобы пес ехал с нами. Хотите, я поговорю с проводником?» «Я уже пытался, не получилось. Да и кстати, это не пес, это моя Барбара, и она настоящая леди». На следующей станции мне удалось уломать проводника, и мы забрали Барбару в свое купе, пообещав ему, что как только к нам сядет еще хоть один пассажир, собака вернется обратно на положенное ей место. Проехав несколько станций, мы так и оставались в купе вдвоем, вернее сказать, втроем. Барбара мирно лежала на полу на мягком коврике. Она каждый раз вздрагивала и скалила зубы, как только чувствовала, что кто-то проходил и приближался к двери нашего купе. Она охраняла своего хозяина. «Вы далеко едете?» – спросил я попутчика. Он назвал станцию, ему было выходить на три часа раньше, чем мне. «Владислав» – представился мой попутчик. «Вот ездил Барбару забирать, она почти год жила у моего друга, теперь мы возвращаемся с ней домой». И мужчина рассказал мне свою историю. «Я был женат на самой красивой, доброй, нежной и желанной женщине на свете. Мы прожили с ней душа в душу много лет. Но небесам было угодно забрать ее у меня. Наверное, где-то там наверху нужен был еще один ангел. Она умерла от неизлечимой болезни, а я потерял этот мир, потому что она была для меня всем миром». И он достал из кармана пиджака фото. С фотографией на меня действительно смотрело неземное существо с золотыми волосами. «Детей у нас не было», – продолжил Владислав, «и я остался совсем один. Я потерял вкус к жизни, мне больше незачем было жить. Меня стали посещать мысли об уходе в монастырь и даже о суициде. Я хотел закрыться от всех и никого не видеть, уйти в свое горе, которое накрыло меня целиком. Все эти вопросы, что да как все эти соболезнования, просто изводили меня. Помог мой друг, тот самый, которого вы видели на вокзале. Он нашел мне уединенное место, я устроился работать смотрителем маяка. Вокруг никого не было на многие километры, только море, скалы и чайки. Единственная связь с миром – это небольшая дорога, которая проходила в паре километрах от моего места уединения. По этой дороге я ездил в ближайший прибрежный поселок за продуктами и всем необходимым для жизни. Я погрузился в изучение вопросов бытия и сознания, читал книги по философии, психологии и даже эзотерике. Чтение хоть как-то отвлекало меня от ужасных мыслей. Однажды мне нужно было отправиться в город, шел проливной дождь, на улице уже почти стемнело. У меня в Тойоте играла тихая музыка. Вдруг я заметил, что впереди идущая машина слегка притормозила, и на обочину из нее выкинули какой-то сверток или пакет, а машина дала газу и скрылась за поворотом. Я тогда еще подумал о человеческой природе, неужели не довезти мусор до помойки, и я уже собирался проехать мимо, но меня как будто что-то остановило. Я притормозил рядом с пакетом. В нем сидел маленький белый щенок, который даже не понял, что с ним сейчас произошло. Ливень стоял стеной, и малыш уже успел промокнуть. Я подхватил щенка на руке, посадил рядом с собой на сиденье и продолжил поездку, по пути еще заехав в зоомагазин, чтобы купить все необходимые собачьи принадлежности. На следующий день свозил щенка к ветеринару, чтобы убедиться, что все с ним в порядке. Прошло несколько лет, и Барбара выросла в настоящую красавицу. Мы были с ней неразлучны, моя жизнь наполнилась смыслом. Мы бегали по берегу, как дети, валялись в песке и купались в прибрежном прибое. Иногда мне казалось, что Барбару мне послали небеса взамен той, которую так жестоко забрали. Но один раз со мной случилось несчастье. Я неосторожно спускался по крутой лестнице, ведущей на самый верх маяка. Голова закружилась, я оступился и полетел кубарем вниз. Дальше ничего не помню. Это уже потом мне рассказали, что Барбара добежала до дороги и стала бросаться под все проходящие мимо машины. Она громко лаяла и металась из стороны в сторону. Лапы ее были сбиты в кровь. А потом она все-таки привела на маяк людей, которые нашли меня и отправили в больницу. Переломался я очень сильно, почти целый год лечения и реабилитации. Хорошо, что мой друг забрал Барбару к себе. И вот благодаря молитвам моего ангела-хранителя я снова здоров и мы опять вместе с моей спасительницей. Какая же ты замечательная Барбара! И я погладил собаку по голове, а она откнулась мне в ладонь своим мокрым носом. На следующей станции двери купе отворились и в дверном проеме появилась молодая женщина. На нас с попутчиком смотрело лицо с фотографии его жены. Я никогда в жизни не видел такого потрясающего сходства, но я видел, какие в этот момент у Владислава были глаза. Вы не будете против, если с нами в купе будет ехать вот эта замечательная собака? – спросил я у новой попутчицы. Нет, не буду. Я очень люблю собак и рада такой чудесной встрече. Незнакомка протянула руку и поглазила Барбару. А до какой станции вы следуете? – спросил я, потому что Владислав не мог вымолвить ни слова. Незнакомка назвала станцию, до которой ехал мой попутчик с собакой. – Значит, нам по пути, – сказал Владислав, не сводя глаз с незнакомки. – Я Варвара, Варя, – представилась женщина, но друзья меня зовут просто Барбара, – засмеялась она. – Говорят, я очень похожа на польскую актрису Барбару Брыльску. И это была правда, у нее были такие же красивые глаза и золотые волосы. – Мою собаку тоже зовут Барбара, – сказал Владислав, – и я не верю в такие совпадения. А вы? Поезд мерно постукивал колесами. Через час после того, как Варя появилась у нас в купе, она очаровала всех, даже собаку. Барбара положила голову ей на колени, и они так ехали почти всю дорогу. В воздухе витала любовь, я это чувствовал всей кожей. Владислав и Варвара не сводили друг с друга влюбленных глаз. Когда мы доехали до нужной станции, они все вместе вышли из поезда, а я поехал дальше. Надеюсь, что они с тех пор больше никогда не расставались. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго!